Всем доброго дня, доброго вечера, доброго утра. Хочу предложить вам поразмышлять над очень интересным моментом, эпизодом в Евангелии о проклятой смоковнице. Много об этом есть толкования, они разнятся. Мы просто хотим ещё превзнести один взгляд на это событие. Ещё раз хочу повторить, никто ни в коем случае не говорит, что именно так верно, а по-другому не верно. Но хотим именно дать ещё один ключ к пониманию. Какой из них более верный, более правильный, ближе к истине, то знает Господь Бог. Но мы должны размышлять. И, конечно же, некоторые толкования имеют сомнение в их правильности по той причине, что есть аргументы против. Сейчас мы попытаемся осветить это событие. Важно понимать, когда произошло это. Что Иисус Христос проклял смоковницу. Инжир или фико, как называется у нас в Италии. Это дерево, которое стояло при дороге между Вифанией и Иерусалимом. Об этом событии нам говорят два евангелиста. Это Матфей и Марк. Но восстановим хронологию событий, кратенько опираясь ещё на Евангелие Теана, только для хронологии событий. Наконец, торжественного въезда в Иерусалим, мы помним, Иисус, служенный в Вифанией, в доме Лазаря. Это было по иудейскому календарю 9-го Ниссана. Если на следующий день посмотрим, то он состоялся, то есть этот день начался торжественным въездом в Иерусалим Иисуса Христа, как царя, именно царя. Я говорю, как? Потому что все атрибуты соответствовали этому. Царь езжает в Иерусалим. И не только царь. Здесь всё исполняется, всё пророчество ветхозаветное, как мы называем. Торы, Пятикнижи, все пророки говорили. Многие, вернее, пророки, не все, конечно, многие пророки упоминали это событие въезда в Иерусалим. Вот так мы видим у пророка Захария, например, хотя многие пророки говорили об этом событии, упоминая его в той или иной форме. Ликуй от радости, то есть радуйся, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Царь твой грядёт к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом ослице и неподъярённый. А затем в этот же день, 10-го Ниссана, Иисус входит в храм. Ниссан приблизительно соответствует нашему месяцу. Марту это приблизительно, плюс-минус. Вот, и в этот же день входит в храм Христос. И, смотрев его вечером, поздно вечером, он ходил молча, смотрел на этот храм. Что это нам говорит? Конечно, сожаление Господа, мы можем просто это увидеть, это не значит, что мы что-то здесь придумали. Господь молча ходит и осматривает внутри храм, всего величия. Потом удаляется снова Вифанию. И очень поздно, как нам пишет Евангелие, в достаточно поздное время. На другой же день, 11-го Ниссана, примерно утром, очевидно, что утром, идя из Вифании по направлению к Иерусалиму, опять-таки, вот он так с апостолами курсировал Вифанию, Иерусалим, Иерусалим в Вифании, потому что ночевал он в Вифании. Вот, дорогие, он опять встречает вот эту самую смоковницу, о которой все мы так страдаем и мучаемся понять, что же это такое случилось. Эта смоковница была с пышной листвой. У нас в Италии растут смоквы и фики, и мы можем представить, что это такое. Но он ее нашел совершенно бесплодной, как мы знаем. Иисус что делает? Он проклинает ее. То есть она у него вне клятвы с Богом. В ней сразу же иссякает жизнь. И он после этого приходит в Иерусалим, в храм. Что он делает в храме? Помним, мы, да, изгоняет торгующих, совершает очищение. И потом опять, поздним вечером, он с учениками выходит из города, из Иерусалима. Идет снова, понятно, что в Вифанию, для того, чтобы там переночевал дом Лазаря. Потом, когда он вновь шел в Иерусалим на следующее утро уже, и вот тогда по дороге ему попалась та самая смоковница, которую он проклял. То есть здесь что происходит? Здесь мы видим, как два евангелиста описывают одно и то же событие с небольшой разницей. Но разницы здесь нет. Здесь просто разные толкования. Помните, мы упоминали с вами, например, о виде из окна, когда можно описать одну часть, кто-то видит другую часть, кто-то третью и так далее. И таким образом мы описываем пейзаж. Вот на что говорит Матфей по этому поводу, что поутру, когда возвращались в город, Господь взялкал, и он увидел смоковницу при дороге, и подошел к ней, ничего на ней не найдя, кроме одних листьев. Он говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница, смотрите, внимание, тот час засохла. Вот смоковница-то засохла тот час. Дальше что мы читаем? У Матфея. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смоковница. То есть когда они это увидели? Это не значит, что они увидели тут же. Скорее всего, они этого тут же и не увидели. Почему они говорят тот час? Потому что они когда возвращались, опять ее встретили, что мы видим у Марка. Они изумились, потому что смоковница так быстро не может иссохнуть за одну ночь. Это просто невозможно. Это действительно тот час. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, то не только сделайте то, что сделала у нас смоковница, но если и гореться, и скажете, поднимись и вернись в море. Будет, и все, чего не попросите в молитве сей, получите. Обратите внимание на вот этот момент. Друг ни с того ни с сего, как мы в кавычках говорим, ни с того ни с сего, Господь говорит о вере. У нас традиционное толкование этого момента, что смоковница – это Израиль. Многие образы являются собой смоковый Израиль, но это не значит, что здесь это есть Израиль. То есть опять-таки скажем, что если курица – это птица, то это не значит, что всякая птица – это есть курица. В данном случае очень странно было бы приписывать Израилю. Здесь, конечно, имеет место быть, но что Иерусалим? Но что именно? Вот это разрушение Иерусалима. Вот почему вера? Потому что у нас есть здесь определенная, очень интересная параллель с Тарой, простите, с Танахом, с одной из книг Ветхого Завета. Чтобы сейчас картина была у нас более ясна, мы немножко посмотрим, что у Марка написано по этому поводу. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. Я смотрел все, как время уже было позднее. Вошел в Вифанию с двенадцатью, но другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдя ничего на ней, но придя к ней, ничего на ней не нашел. Да, он, извините, подумал, не найдет ли чего на ней, это описывает Марк, но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время было собирания смоков, говорит нам Марк, очень удивительную фразу. Вот эта фраза важна. И сказал Иисус, от меня да не кушает никто от тебя плодов вовек. И услышали, то ученики его пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающие и покупающие в храме. И стал именщиков, и скамьи перевернул, и учил их, говоря, не написано ли мой дом, дома молитвы назовется. Я так немного пересразу читаю, чтобы нам не потерять суть того, о чем мы размышляем. И весь народ удивлялся учения его, потому что удивлялись. Он говорил, как мы читаем в другом месте, как власть имеющие, и убоялись его. Здесь уже своими словами говорю, фарисеи уже задумали его убить. И далее мы читаем. Когда же стало поздно, он вышел вон из города, поуту проходя мимо, вот следующего дня опять увидели, что смоковница засохла. Вот ученики увидели. То есть то, что мы читаем у Матфея, они увидели ученики. То есть нет же такой последовательности, как мы себе выстраиваем в голове. А именно просто, когда они увидели, они изумились, что она засохла до самого корня, пишет нам Марк. И вспомнил Петр, и вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри смоковницу, которую ты проклял, засохла. Что вспомнил? Вспомнил, как проклял Иисус смоковницу. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру в Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажешь. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить, молитвы, верьте, что получите, и будет вам. Кажется странно, смоковница проклята, засохла, и вдруг мы почему-то говорим о вере. Вот здесь надо очень важный момент нам, ну, предлагая вам вот так посмотреть на это событие. Вот посмотрим быстренько одну параллель, удивительную, когда у нас есть такая притча в Евангелии от Луки о неплодной смоковнице, когда именно Господь Бог просил срубить ее. Ну, вот прочитаем ее и сказал с ее притчей. «Некто имел виноградник в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел, чувствуете, параллель. И сказал винограду, вот я третий год прихожу искать плоды на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господи, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли она плода, если же нет, то следующий год срубишь ее». Вот здесь мы видим, конечно, параллели, хотел срубить Бог, но вот Христос долготерпеливый, Сын Божий не дает. И об этом нам говорит, что будет еще ожидать плодов, еще третий год надо с ней поработать, можно еще ее как-то окучить, разъяснить, ждать, увещевать. О чем здесь это притчат? Долготерпение Божьим, огромном Божьим долготерпении. То есть виноград здесь Христос, Бог Отец, Господин, и просит подождать, ну, понятно, что просит в человеческом обличии, подождать отца Бога, не рубить Смоковницу, дать ей еще времени. А тут вдруг такая резкая перемена, и за буквально минуты Смоковница была проклята и засохла. Почему же так поступил Христос, проклял Смоковницу, кажется, еще и времени не было, говорит Марк, для плодов. Вот один из взглядов такой можно предложить, потому что улавливается явная параллель. Во-первых, мы привели пример Смоковницы, которую Бог ждет и окучивает, и не дает ее срубать. В чем же здесь примеры? Почему вдруг речь идет о вере и горах? Вот есть такая книга пророка Ионы, книги пророков, и если мы ее почитаем, то вдруг мы там увидим, что глава 4, и когда Иона сильно огорчился тем, что он пришел проповедовать Ниневию, что она погибнет. Когда пророк пришел, через 40 дней Ниневия должна была погибнуть, но за 40 дней было извещено. И когда пришел, Иона говорил, что если не покаетесь, то будете уничтожены. Но они все покаялись, ниневитяне, кстати, язычники, да, ассирийские, столица Ассирии древняя, и не были уничтожены Богом. Вот это событие очень расстроило Иона, потому что он, как пророк, принес весть о гибели, но они покаялись, и гибели не настало. И говорил, он даже Богу молился, что он очень огорчен, что его пророчество не сбылось. Получается, что люди остались живы, а он огорчился, пророк, что его пророчество не сбылось. Удивительно отвечает Господь ему. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? Вот вообразите себе, как интересно Господь разговаривает с Оной. И когда Иона вышел из города, стал ждать вот гибели города, то было жарко, пекло солнце, но над ним выросло растение, там непонятно какое, то ли тыква, то ли нет. Перевод не тот, никто не знает точно. Слово употреблено такое, что точно оно не переводится с древнего иврита, непонятно. Ну, типа тыквы с большими-большими листьями. И покрыл его голову, чему он очень обрадовался. Но на другой день червь подточил. Растение, оно засохло, и солнце вышло, и очень сильно напекло голову Ионе. Из-за того, что он не мог, и уже просил о смерти. И говорил, что лучше бы мне умереть. Почему я это рассказываю? Слушайте дальше. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, а вот в нашем случае о смокве, все сожалеют, над которым ты не трудился, которого ты не растил, и смокво, смокво это никто не трудился, не растил, из апостолов, из нас, которые очень сожалеем о гибели этого растения, которое в одну ночь выросло, и в ту же ночь и пропало. Вот в одну ночь засохла смоковница. Мне ли не пожалеть, не не вие, говорит Господь пророку, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. То есть это младенцы, еще не отличающие руки. Представляете, какая интересная параллель. Здесь мы видим гибель смоковницы. То есть это что значит? Будет гибель Иерусалима. Господь знает, он вошел, но смотрел на него вечером спокойно, молча, в одиночестве, смотрел на стены Иерусалима. Может быть, кто-то его там видел, как он ходил, поэтому нам это принесли, это описание этого события. Это как раз перед его гибелью, перед его распятием, и через 40 дней примерно будет тоже погибнет Иерусалим. Господь Бог, Христос сожалеет, сожалеет до плача о Иерусалиме. Потом видим, как он будет говорить об этих камнях, которые не останутся, камня на камне. Абсолютная параллель. Здесь мы можем ее увидеть. Бог говорит, тебе жалко растения, а как мне не будет жалко вот этого города, в котором столько людей, в котором столько младенцев. Ты не создавал это дерево, а я создавал этот город. Я создавал, я творил каждого человека. Мне ли не пожалеть? Этот акт со смоковницей, то же самое, что с тем растением, говорит о том, что Господь показывает, что будет с Иерусалимом, и говорит о сожалении, о сильном сожалении. Но еще почему о вере идет дальше речь? Но если бы у вас была вера, была бы вера, вы бы сдвинули эти горы. Горы, конечно, нематериальные. В одном из видео, из аудио мы упоминали о том, что есть такая притча в Медрошах, где именно, когда умирает праведник и грешник, праведник видит огромную гору перед собой и плачет. Как же я мог ее сдвигать? Мне казалось, что я сам такой праведности добиваюсь. И он увидел, что без Бога мою эту гору бы не сдвинуть праведнику. А грешник плакал, когда видел маленькие песчинки вместо гор около себя и плакал. Как же я не мог их преодолеть в течение своей жизни, потому что я много грешил по этому. Вот это горы, это не буквальные горы, а, конечно, те горы, которые передавают праведники, те горы, которые сдвигают во имя Божие, с помощью Божьей, естественно, сами они не могут. Почему праведник плакал? Потому что ему казалось, что он сам движется к своей праведности и многого достигает. Но когда он увидел эти огромные гигантские альпы, он понял, что он сам он не мог бы их сдвинуть. Так вот, Господь и говорит, если бы вы имели веру, вы бы это могли преодолеть. Гибель города будет скоро. Я сейчас вхожу в него. Вы видите, что творится в храме. Каково бесчестие. Если неневитяне покаялись, три дня не ели, не пили на жаре. Это сейчас нынешний рак. Это очень жаркое место Неневия. Но у вас же есть еще время, если бы вы имели веру, если бы рассказы, вы имеете в виду весь народ иерусалимский, этого можно было бы избежать. Но я знаю, что это случится. И мне ли не жалеть города, который я очень люблю. Иерусалим, Иерусалим, сколько я звал тебя, сколько призывал тебя, да под крылья мои, и вы не захотели. Я своими словами передаю его печаль, которую говорит Господь нам в Писании. Мы видим эти две параллели сейчас очень отчетливо. В книге Иона говорит Господь, «Мне ли не пожалеть, не вере города великого?» Только что мы читали, да, «Который много младенцев и скота». А вот что говорит Христос Иисус, когда видит состояние Иерусалима, и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя бы в твой день узнал, что служит к миру твоему, что служит к миру твоему, вот о чем говорит, о какой вере. Даже сейчас можно было сдвинуть эти горы, даже сейчас. Вот эта смоковница, вам жалко ее? А мне ли не пожалеть?» То есть это говорит о том, что Бог очень сожалеет, что происходит с Иерусалимом, с его любимым городом. «Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется здесь камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот оно, время посещения твоего. Что говорили фарисеи многие? «Еще не время, еще не мессия, потому и сказал Марк, было еще не время». «Было еще не время», говорили фарисеи, «и жалко это дерево, и если дерево жалко, то как же не жалко городу Богу, который будет разрушен, Иерусалим». И перед самым своим съездом в торжественную столицу без долгого решения храма Господь еще дает эту надежду, эти несколько дней возможности покаяния, потому что не верю в результате покаяния своего помилована была, а Иерусалим не раскаялся, и мы видим по этому, что делается в храме Иерусалимском. Не просто так эти события одни за другими, не просто так. Здесь уже запасы Божьего терпения, долготерпения заканчиваются, потому что не только не покается Иерусалим, человек, но и впадет еще в большие грехи за это время, потому и позволено будет язычников снова разрушить великий город, Иерусалим. Здесь не первый случай, когда ученики не понимают рави Христа, о чем он говорит. Мы видим с хлебами, бойтесь за кваски фарисеевой, а ученики отвечают, про себя думают, наверное, это мы потому, что забыли хлеб взять, хотя только что было увеличено с пятью хлебов на тысячи хлебов и накормлены пять тысяч человек. Это только что говорит им Христос, берите мечи, чтобы будете вооружаться, потому что он знал, что будут гонения на христианцев, на уверовавших в Иисуса Христа. Они опять не понимают, показывают, два меча довольны, и Господь отвечает довольны, не в плане, что этого меча хватит, а он прерывает беседу, все, достаточно, потому что они опять его не понимают. И здесь со смоковницей, так же, как и с храмом, который, говорит, три дня воздвигну его, говоря о своем теле, тоже было непонимание, говорили о физическом храме фарисеи, и здесь же не стал он объяснять ученикам, что значит эта смоковница. Им было непонятно ученикам переживаний Иисуса Христа. Он им не стал объяснять детали, может быть, для того, чтобы оставить дальнейшее поколение учителей и учеников, чтобы они смогли постичь. Но он таким образом продемонстрировал всю боль за предстоящую участь своего народа и этого любимого города Иерусалима. Здесь же еще можно упомянуть о том, что и, говорится о горе, как раз говорится, говорится, мы вспоминаем, как утих ветер и море, когда Господь простер руку. То есть, вот это повиновение Ему всего, нематериального даже мира, тоже говорит о том, что Он мог бы, и они могут влиять на любое состояние и нематериального мира и города, но условие здесь нужно одно покаяние, которое не настало в данном случае. И в данном случае можно сказать, что Господь зафиксировал факт смерти, очень быстрое засыхание, смоковницей, любя ее. И вот это вот вне клятвы, состояние вне клятвы, не Богу угодное состояние, а состояние уже, которое имеется в человеке. В данном случае оно было и во многих израильтянах, и вообще в человеке, и в нас тоже. На протяжении всей истории взаимоотношений человека и Бога, Бог делает все возможное, чтобы избавить нас от бед и страданий. Мы просто этого не видим, мы это принимаем как должное. И мы не усцениваем это по достоинству, как и не поняли в данном случае ученики, что происходит перед ними. Здесь очень важно завершением короткой вот этой беседы вспомнить послание Галатам апостола Павла. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. То есть в данном случае плоть, которая не имеет веры, она иссыхает, она не имеет покаяния, потому что нет веры, нет покаяния. И вот это время оставлено до гибели Иерусалима, до гибели храма, который уже больше никогда не даст плода, как сказал Господь, не даст. Это констатация факта происходящего, а не то, что Господь сам создал эту ситуацию и взял, засушил смоковницу. Он показывает состояние факта, как жалко это дерево ему, потому что оно уже в себе не имеет жизни, на нем нет плода, в нем нет жизни. Хотя видимость листьев, много-много шума и разговоров есть, но жизни в ней уже нет. Но если была бы у вас вера, вы бы могли и это преодолеть до разрушения Иерусалима, но Господь знает, что это не произойдет. Это не предполагает не предопределяет ни в коем случае, не путать, мы не должны путать, а предсказывает, он знает, что произойдет. Недостаточно веры у израильского народа, чтобы преодолеть вот это состояние гибели без покаяния и разрушится Иерусалим, и разрушится храм. Вот немного мы вот таким образом поговорили о смоковнице. Есть много разных других взглядов, и то, что индивидуально нас касается, когда Господь призывает человека прийти к нему с плодами, вот это такое духовное понимание, которое касается сейчас каждого из нас, потому что каждый эпизод Библии имеет и семиминутное значение, и традиционное, историческое, и всевременное, мы об этом много говорили, то каждого из нас касается это. Если Господь призывает человека, а призовет его, когда Бог знает и хочет, когда Он взолкает человека, а не когда человек скажет, подожди, Господи, у меня еще плодов нет, ибо время мое не пришло, мне всего 40 лет, или 30, или 20, а ты уже за мной пришел, или 50, или 80, я все равно еще не готов, а ты уже за мной пришел. Мы не можем так сказать Богу, потому что мы так должны понимать, мы не знаем, когда придет Господь, когда придет смерть, и когда Он попросит у нас эти плоды, и не можем сказать мне еще не вовремя, ибо, как сказано через пророка из Экиля, в чем вас, застану, то мы судить буду, то есть в тот момент, когда человек настигает кончина на этой земле, все плоды, что на нем есть духовные, что в сердце он создал, то он с собой берет, то он и дает Господу, и никак нельзя будет нам еще сказать, Господи, подожди, еще не мое время, у меня еще нет плода, увы, это будет невозможно. Плод человеческий, это его стремление к праведности, стремление к истине, это его жизнь в вере, жизнь в заповедях, заповедях, это его покаяние в своем греховном положении, в своей греховной жизни, и дерево, не принесшее плодов, плевелы, сжигается, и это нам было видно, и более того, еще раз параллель зоны, очень сожалеет Господь, и плакал он на своем Русалиме, и плачет о каждом человеке, который не приобретает плодов, ссылаясь еще не время, всем спасибо, пожалуйста, пишите свои размышления, потому что все комментарии, что есть по этому поводу, можно рассматривать, можно уделять время, можно сюда их присоединять, делать картину более широкой, потому что смысл очень глубок, он не тот, что я только сказала, именно так, и никак по-другому, это только еще одно видение этого интересного эпизода Евангелия, спасибо.